Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» ежедневный выпуск программы «Время говорить». Как всегда, наши авторы поделятся с вами самыми интересными новостями, которые произошли в городе за последние сутки. Коротко о главном. Конный патруль добровольных пожарных выходит на маршрут. Жители улицы Затинной недовольны расстановкой приоритетов. В молодежном сквере, что на улице Горького, начались работы по благоустройству. Теперь обо всем подробнее. В Рязани совсем скоро появится новый сквер «Молодежный». Такое название дали ему инициаторы проекта. Располагается он на улице Горького, около школы номер один. И, несмотря на свое название, отдохнуть в сквере смогут люди всех возрастов. Сейчас там ведется активная работа по благоустройству территории. Здесь разобьют клумбу, поставят лавочки и урны. Активисты Молодежного совета при поддержке управления наркоконтролем помогли городу с благоустройством будущего сквера «Молодежный». Так назовут ныне заброшенный зеленый уголок на улице Горького, возле школы номер один. Открытие планируется приурочить ко дню молодежи 26 июня. В данном сквере будет поменено асфальтовое покрытие, будут новые бордюры, появятся клумбы, лавочки. Это будет место, где молодежь может прийти в любое время, сможет отдохнуть, сможет пообщаться. Более того, мы надеемся, что в сквере появится Wi-Fi, и любой молодой человек сможет прийти, поработать, почитать что-нибудь в интернете и просто хорошо провести время. А пока в субботу, 30 мая, добровольцы собрали мусор, спиленные ветки и подмели дорожки. Глава администрации Олег Булеков в ходе выездного совещания поручил перестелить асфальт на дорожках и поменять бордюры, а также оказать волонтерам необходимое содействие. В сквере планируется высадить новые кустарники, а также организовать точку Wi-Fi. С началом весенне-летнего сезона в разы увеличивается количество выездов, натушение загораний сухой травы и мусора. Но для того, чтобы вовремя обнаружить огонь, сотрудникам регионального МЧС пришлось бы патрулировать территорию круглосуточно. Кроме того, не стоит забывать, что лучшая мера в таком случае – профилактика. Для этого и была организована конная дружина. Основная цель создания конных добровольных пожарных дружин – своевременное обнаружение природных пожаров, а значит и их оперативная ликвидация. Подробнее в сюжете. Конный патруль добровольных пожарных выходит на маршрут. Один из них действует на базе Старожиловского конного завода с марта текущего года. Сборы в рейд по профилактике пожаров начинаются с подготовки лошади. Всадник надевает специальный жилет, экипируется ранцевым огнетушителем и самодельным, но эффективным устройством для тушения травы – хлопушкой. Перед выездом с добровольцами проводят инструктаж по действиям в случае обнаружения возгорания. Патрулируют поля и леса, а протяженность маршрута может составлять до 25 километров. Если видят отдыхающих, которые жарят шашлыки, подъезжают к ним, проводят беседу, рассказывают о пожароопасной обстановке и просят, чтобы убрали за собой мусор, не били бутылки, потушили костер, не бросали горящие спички и окурки. Основная цель создания конных добровольных пожарных дружин – своевременное обнаружение природных пожаров, а значит и их оперативная ликвидация. Конные добровольцы отличаются мобильностью, возможностью оценивать обстановку в условиях труднодоступной местности. Они могут самостоятельно потушить небольшое возгорание и при необходимости позвать на помощь. Но в первую очередь работа добровольцев – это профилактика пожаров. К другим новостям. Жители сразу нескольких домов на улице Затиной обратились в нашу редакцию с просьбой осветить их проблему. Дело в том, что жильцов не совсем устраивает небольшая перестановка в их дворе. Более подробно в сюжете. Совсем недавно в Рязани впервые отметили День соседей. Это новый и современный праздник, который символизирует добрые и вечные ценности – добрососедство, отзывчивости и внимательного отношения соседей друг к другу. Ведь благодаря им удается решать много вопросов по месту жительства. Но нередко дружба между домами может быть испорчена простым недопониманием или нежеланием прислушиваться к мнению соседа. На протяжении долгих лет несколько домов по улице Затиной, а именно номер 36, 38, корпус 1, а также номер 3 по улице Свободы, были объединены одним ТСЖ. Совсем недавно дом номер 3, что на Свободе, отделился и перешёл к жилищному кооперативу КАМА. Камнем преткновения стала площадка для мусора. Ранее на протяжении 40 лет все три дома пользовались единой контейнерной площадкой. Несколько дней назад новая управляющая компания определила собственное место для выброса мусора, прямо напротив уже существующей, и вплотную к проезду во двор. Тем самым, как считают жители, ухудшив условия территории соседних домов. Это что такое, будет у нас тут так болото, вот сейчас эти дожди пойдут, и это мусорка навалит, и тем более поставят им один контейнер, нам три не хватает, а потому что несут этот мусор из ёлок-палок, и из галереи, отовсюду. Поэтому тут будем плавать, а потом действительно, рядом детская площадка, ветер и всё туда. Это вообще, кто только придумал, это нарочно не придумать. Как нам сообщила председатель совета дома номер 36 и 38 корпус 1, она пыталась решить вопрос начальникам нового ТСЖ и просила поставить выделенный контейнер в общую линию с остальными. До сих пор никаких действий со стороны управляющей компании не последовало. Я тут же разговаривала с председателем строительной компании, которая обслуживает ТСЖ Камма. Он мне сказал, что всё решено, и как мы решили, мы подписывали, списки собирали в доме, это наше право. Нам связаться с управляющей компанией Каммы не удалось, так как по нескольким указанным телефонам либо не отвечают, либо абонент занят. Вполне предсказуемая ситуация. А вот самих жителей дома номер 3 волнует совсем другой вопрос. Они всерьёз обеспокоены тем, что из-за особенностей расположения домов вода после сильного дождя собирается возле их детской площадки. Десятилетие тут всё было уже отработано. Когда-то кто-то над этим думал. И сделано так, что вода идёт вот так, обходит, и там за домом выходит. И наклон, как видите, в эту сторону. Тут всё продумано было. И там, в эту сторону. Ну, то есть, ни дома-то не мешало, никому не мешало. Ну, а сейчас вот, вот здесь вот занижено этот отрезок. И вода идёт не так, как десятилетие шла, а идёт на площадку, на детскую. Когда ливень, её заливает, и несколько дней вода там стоит. И детишки играть не могут, и так далее. Но это же не всё. Поскольку она идёт, и выхода у неё нет, вон там провал образовался. Ну, приблизительно, как на площадь Победы. И всё же, возвращаясь к теме соседства. Не стоит забывать, что какие бы проблемы не вставали на пути у дружного сплочённого коллектива, нерешаемыми они никогда не будут. Ну и напоследок о вечном. То есть, о погоде. С наступлением лета в нашем регионе почему-то закончились тёплые деньки. Когда же они вернутся? Узнаем в следующем сюжете. В начале календарного лета в нашем регионе ожидается неустойчивый характер погоды. Она будет умеренно тёплой, а сухие и солнечные дни будут чередоваться с более облачными, с непродолжительными дождями. 3-4 июня в тылу высотного циклона ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами и порывистым ветром. Температура воздуха 3 июня ночью 8-13 градусов, днём 21-26. 4 июня ночью чуть повыше, плюс 11, плюс 16, а днём 20-25 градусов. В пятницу и субботу вероятность осадков небольшая. И ожидается влияние ещё более прохладной воздушной массы. В связи с чем температура воздуха понизится. Ночью она будет в пределах 8-13, днём 18-23 градусов. А уже в воскресенье ожидается влияние очередного циклона. То есть, вновь пройдут дожди, но зато станет градусов на 5 теплее. Такой неустойчивый режим температуры и осадков характерен для первой половины июня. Ведь лето только начинается. И природа просто обязана продемонстрировать нам все свои летние резервы. На сегодня это все новости. Далее в эфире программа подробностей гостем, которой стал Алексей Лощенов, заместитель начальника региональной налоговой службы. Ну а мы с вами увидимся совсем скоро на Рязанских кабельных. Всего доброго! Уважаемые жители города! Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания